Отлично. Мы начинаем наше 26 занятие. 26 занятие мы уже очень сильно продвинулись в изучении Торы. В общем-то, стали почти профессионалами. Я получаю отзывы на сайте, и многие уже пишут, что все, мы уже практически все знаем. Хотя я должен сразу сказать, что то, что мы изучаем, это только ознакомительный взгляд на Тору издалека. Мне вот жена как раз вчера купила книжку, называется «Тысяча самых красивых мест мира». Я говорю, вообще не надо никуда ездить. То есть сидишь, открываешь книжку, и никуда не ездишь, абсолютно спокойно просматриваешь самые красивые места. И я думаю, что впечатлений даже больше, потому что ты можешь их просматривать по нескольку раз, повторять. И вот то, что мы изучаем Тору, то это взгляд о Торе. И такой вот взгляд со стороны, как вот через книжку изучить места, так же мы изучаем Тору. Но мы изучаем лучшие книги. То есть мы смотрим на Тору через три самых таких важных, с моей точки зрения, ракурса. Есть еще один, еще более важный, через который мы не смотрим, но это каждый может посмотреть сам. Значит, мы смотрим на Тору через ракурс Рамушеха Млуцата «Путь Бога». То есть он, это был великий-великий такой мудрец, который изучил всю Тору, у которого мало этого, был еще такой ангел специальный, который приходил ему, открывал все именно вглубь, можно так сказать, да? Который писал книгу за ночь, у него было это откровение. И мы изучаем его книга, называется «Путь Бога» Дер-Хашем. Значит, он дает общую картину, причем интересно. Сейчас есть, можно в интернете уроки по этой книге найти. Вот я даю такой вот овервью, очень такой вот легкий взгляд издалека. Значит, есть Раваш Аркушнир. Это сотни уроков, такие глубина-глубина. Есть Рав Саврасов, которые тоже преподают Дер-Хашем, которые дают именно это Тора. Это Тора, такая вот глубокая, уже профессиональная. А то, что я даю, это такой вот популяризаторский, можно так сказать, взгляд со стороны. Но книга эта, Дер-Хашем, одна и та же книга. То есть это показывает, что это одна из самых основных книг, которые нужно изучать. Второй мы изучаем взгляд у нас, это психология Торы Пертьевод. Пертьевод, поучение отцов, это психология Торы. Именно вот как относиться к людям, к вещам, к Богу. Все, что касается отношения человека к разным вещам. И третья книга мы изучаем, книга заповедей, сокращенная Хафетсхаима. Это те заповеди из Торы, которые именно в Торе указаны. И бог сказал, вот есть изначально, когда он творил мир, он сделал 248 повелевающих заповедей, 365 запрещающих. Потом дал Тору еврейскому народу. И на горе Синаи, это было вот в Песах, в Шавот, в Шавот. В Песах был выход из Едипта, в Шавот дал Тору. И сказал, соблюдайте, выполняйте, дал для этого землю Израиля, храм, царя и так далее. В наше время всего этого нет. Есть в наше время 78 заповедей, которые мы можем выполнять. А остальные мы изучаем. Вот в этой книге 78 заповедей повелевающих и около 200 запрещающих, которые актуальны в наше время. Вот мы уже сегодня узнаем 26-ю. Мы уже 25 узнали. Каждое занятие мы изучаем по одной. Значит, начнем мы с Дер-Хашем, с Путь Бога. А четвертая, четвертая книга, которую необходимо изучать, это Хумаш, Пятикнижие. Пятикнижие, то есть недельные главы, специально весь год разбит на 52 недели в году, или 54. 54 недели, есть 52 главы, насколько я помню. И каждую неделю читается по одной главе. Сейчас вот читали на той неделе, недельная глава называлась Итро. Итро – это глава, которая рассказывает как раз о даровании Торы. Именно момент, как была дарована Тора. Интересно, что Итро – это тесть Маше. Тесть Маше его звали Итро. Уже было понятно, насколько Тора – это точная, уникальная такая вот система. Итро – это те же буквы, которые Тора. Только по-другому. Итро – только там ют. Ну, там разница небольшая, тоже в цифровом значении важная разница. Теперь, если мы возьмем Тора, числовое значение слова Тора, если на иврите, это будет Тора, значит, 400, 6, 606 и 611. Числовое значение слова Тора – 611. Теперь, первая фраза, которую ребенок слышит вообще в детстве, это «Тора цива лану Маше». Тора нам приказал Маше. То есть мы получили Тору через Маше. «Тора цива лану Маше мураша тирать Яков». Это наследство общины Якова. Теперь, значит, Тора – это 611. А сколько заповедей в Торе? 613. Почему же 611 – цива лану Маше, а 613 – это всего заповедей? Потому что, когда Бог начал давать Тору, то две заповеди он сказал сам. Он сказал, я Бог твой, который вывел тебя из земли единицкой. И вторую заповедь он сказал, не будет у тебя других богов. Значит, но что значит он сказал? Написано, видели, значит, что они видели звуки. То есть было там, ну просто это, когда Бог говорил, они все сказали, что все, мы не можем больше этого выдерживать, мы сейчас умрем, пожалуйста, остановите. И пускай Маше воспринимает, он был на уровне того, что он мог это воспринимать, а потом он нам передаст. Мы все сделаем, только хватит с нами говорить. И две заповеди сказал Бог всем. Там было 600 тысяч мужчин и около трех миллионов всего было людей. Значит, евреев и египтян, которые вышли следом за евреями из Египта. И Тора 611 дал Маше. То есть мы узнали через Маше. А две услышали от Бога. Все слышали одновременно. Я Бог твой, который вы и у вас, и земля египтская. И Тору можно читать, изучать. Значит, обязательно ее надо изучать с комментариями. Есть классические комментарии. Это Раши. Есть комментарии такие более понятные современному читателю. Например, комментарий есть уникальный на русском языке. Рафшимшан Рафаэль Гирш. Он жил в Германии где-то около 150 лет назад. Он был совершенно гениально, невероятно человек, знающий вообще там все науки и так далее. И он, значит, вот его комментарий, он наиболее близок. Это классический такой раввин. Но он понятен современному человеку. Опять же, Тора, там есть 70 лиц у Торы. Четыре уровня понимания. И представьте, четыре уровня понимания. Пшат, простой смысл, намек. Дражи, это то, что в ней зашифровано, и сот, и умножить на 70. Сколько получится? 270 на 4, это 280 граней. И есть еще комментаторы, которых... Очень много. Да. И так далее. То есть Тора это совершенно бесконечная такая голограмма, которая, которая мира является отражением Торы. Не Тора отражение мира, а наоборот, Тора была первична. И потом по этой, сквозь этот фильтр, то есть Тора была первична, а потом по Торе уже возникал мир. Это вот такая интересная вещь. Хорошо, и мы дошли уже до того, в книге «Путь Бога» мы уже знаем, зачем Бог создал... Кто такой Бог? Это первое, что мы узнали. Второе, мы узнали, зачем Он создал мир. Третье, мы узнали, каким Он сделал человека в этом мире. Четвертое, мы узнали... Вот сейчас мы узнаем, как Он управляет миром. И в этом управлении мира мы узнали, что есть мир награды, то, ради чего все начиналось, это тот мир, который будет. И есть этот мир, который является миром действия, миром получения награды. То есть, в принципе, сама жизнь в этом мире, она не имеет... Относительно этого мира не имеет никакой ценности. Поэтому, если смотреть на все вещи с этой точки зрения, то совершенно другая перспектива. То есть, если понимать, что от рождения до смерти это не начало и конец, а это все вместе, это только начало, то тогда появляется совершенно другая перспектива. И, значит, начинаешь по-другому смотреть на вещи. И мы, значит, здесь изучаем, как Бог решает, кто будет во второй серии, кто не будет во второй серии. На базе чего Он управляет вообще вот этим главным выигрышем. И на базе чего строится жизнь человека в этом мире. Вот это то, что мы изучаем сейчас. И мы уже поняли, что люди есть праведники и злодеи. Праведники это те, которые выиграли. Злодеи это те, которые не выиграли. Значит, но не бывает написано чистого праведника. И не бывает, практически не бывает стопроцентного злодея. Бывает, то есть судится человек по большинству действий. И главное попасть вот в этот вот разряд счастливчиков, которые удостоятся вечной жизни. Это как бы самое главное. Теперь, когда ты попадаешь в этот отряд по большинству действий, дальше, а что же делать с теми действиями, которые к меньшинству? То есть если человек злодей, он, значит, не удостоился, но у него есть добрые дела. Если человек праведник, он удостоился, но у него есть грехи. Теперь, что с этим совсем делать, как раз мы изучали и выяснили, что есть, оказывается, еще третье промежуточное состояние, которое называется гейном, это ад, и рай, это ганеден на иврите. То есть это уже духовное пространство некое, в котором те души, которые удостоились, они ждут, это в раю, ждут, когда будет этот Алама-Баа, грядущий мир. А гейном, ад, это то место, которое проходят души праведников, которые удостоились, для того, чтобы стереть себя, это место очищения, в котором стираются те, та грязь, которая налипла вследствие грехов и так далее. То есть это гейном. Теперь, но есть еще один, как бы, элемент, это что происходит с человеком в этом мире. Очень важно же еще, что происходит в этом мире. И вот мы дошли до того, что бывают, пишет Рамхаль, злодеи полные, полные злодеи. То есть они, не просто они полные, а они, да, они вообще злодеи. Называется гмурим, законченные. Вот слово конченные, это, наверное, отсюда тоже идет. Гмурим это законченные злодеи, то есть они уже прямо злодеи, злодеи. И вот, значит, что то зло, которое они делали, оно создало в них такую грязь внутреннюю, такую темноту, что все их существо, включая их душу, включая душу, животную душу, включая их тело, оно именно уже полностью испорчено. И они ни в коем случае не могут попасть и прилепиться к Богу. То есть они, это зло в чистом виде. Есть такие люди, вот зло в чистом виде, они есть, они существуют, они делают страшные вещи с удовольствием. Скажем так. То есть, как узнать, или это полный злодей, или не полный. Полный злодей, это которому нравится делать зло, он от этого кайфует. И есть прямо страшные такие люди. Но может быть, что у них тоже есть какое-то хорошее дело. Так случайно получилось, кому-то случайно он помог, или непонятно как, но они тоже могли сделать что-то хорошее. И что тогда? Что тогда написано? Написано, значит, сейчас, 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 у них есть немного этих дел добрых. Но эти дела, они, значит, если их взвесить, они не дают ему возможность перейти, ну, на сторону добра и присоединиться к Богу, к вечности. Не дают. Так что делать? Причем, они не дают ему ни по их количеству, ни по их качеству. Тут интересная вещь такая, что есть оценка этих добрых дел. значит, вот мы учили пертьевод, что будь, Раби говорил, что будь осторожен в заповеди легкой, как в тяжелой, что ты не знаешь награду за заповеди. Что бывает, человек делает какую-то легкую, такую заповедь, вот казалось бы, там, доброе, какое-то минимальное дело, да, и оказывается, что это на самом деле спасло там жизни, жизни и жизни многих людей. И он даже сам не знал, что это было так важно. А бывает, что наоборот, сделал там, казалось бы, есть такая история в море, что один был, один из мудрецов Талмуда, он, значит, ехал на осле, и вот он остановился, начал осла этого, там, слазить со сла, разгружать его, занимался торговлей, чем-то таким. И там стоял бедный, и бедный ему говорит, помоги мне, пожалуйста, найду. Он говорит, конечно, конечно, помогу, сейчас помогу. В общем, сейчас помогу, сейчас помогу, пока он там разгружал осла, тот, ну, в общем, и потом смотрит, а бедный умер уже от голода. И он говорит, все, это из-за меня он умер, потому что, если бы я ему, вначале я ему помог бы, а потом бы я занялся своими делами, то было бы все по-другому. Иногда бывает, что опять же зависит от уровня человека. Для кого-то одно действие, вот, например, есть такое обычай, в Рошашина, ташлик называется, вытряхивать грехи, как бы, да, одна из частей молитвы, это выбор, ну, как стряхивание с одежды, как будто бы грехи там стряхиваешь. И известная история, что стоял один рэбэ и стряхивал эти свои грехи, а сзади стоял фасид и там их собирал. И он говорит, что ваши грехи для меня это самые большие заповеди, да, то есть то, что, ну, там, рэбэ, например, этот, он целый день учится, там, два часов он изучает Тору, и потом он думает, ладно, там, я уже просто так не могу учиться, почитаю там, Танах, ну, просто почитаю, неуглубленно там поучу Тору. На его уровне это может быть грех, а для кого-то это может быть, там, самым его высшим достижением. И, ну, и наоборот, то есть бывает, что человек, в Талмуде тоже есть такая интересная история, что много раз встречается такое выражение, что есть тот, кто приобретает улам-аба, грядущий мир, вот эту вечность, за одну секунду. То есть человек может в одну секунду сделать какой-то сверх поступок, там, перед смертью, пожалеть. Я помню, у меня была в Израиле, на тренинге одна была девушка, у него отец всю жизнь был коммунист, вообще она говорит, такой коммунист, что, ну, нереально. И говорит, а уже перед смертью в больнице, в советское еще время, он, значит, ее позвал, значит, и он уже умирал, вот прям перед смертью. И говорит, шмай астрайль, ашимал кайна, ашимахат, и говорит, дочка, бог есть, я тебе говорю, бог есть, и это самое, то есть, и умер. Вот, кто знает, может быть он этим там переходом, он, ну, как бы, интересно, что вот этот вот переход человека из статуса праведника злодей, он может происходить в одну секунду. Есть тоже доказательство на это в Талмуде, приводится такая, такая приводится, как мишна, то есть, вот мужчина, он хочет жениться на женщине, и он ей говорит специальную формулу, там, вот этим ты посвящаешься мне. И в этот момент она берет у него этот предмет, есть два свидетеля, и на небе, значит, замыкается, что они становятся одним целым. Теперь, и в трактате Тедушин, есть такой трактат, в Талмуде разбираются разные случаи. Есть такое условие, когда все же делается в этом мире словами, то есть, Тора изучается словами, Женильба делается словами, все делается словами. И, значит, есть условие такое, когда я говорю что-то, именно на условиях вот этого. То есть, например, он ей говорит, значит, вот этим ты посвящаешься мне, на условии, что я богат. Или он ей говорит, этим ты посвящаешься мне, на условии, что я коин, ну там, священник, на условии, как бы делается, ну, на это, на верительное называется, при условии, что. Или он ей говорит, этим ты посвящаешься мне, при условии, что я праведник. А потом выясняется, что он не коин, не богатый и не праведник. То есть, и что тогда? В первых двух случаях брак не состоялся. Ну, то есть, потому что он сказал на условии, значит, не произошло. Условие не выполнено, значит, действие не произошло. В случае, если он сказал на условии, что я праведник, а выяснилось потом, что он злодей, или на условии, что я злодей, а выяснилось потом, что он праведник, В этом случае считается, что произошло, и он должен ей дать разводное письмо. Почему? Значит, потому что разница между злодеем и праведником, она может меняться в одну секунду. Например, человек был полный, значит, он был полный праведник. Как был такой Йоханнан Коэн Гадолин, был 85-го священником в храме. Он заходил в святая святых, он был вообще святой человек. А в конце жизни, написано, стал в сдоте, то есть он, ну, ушел там в какую-то секту, то есть перестал быть праведником. Значит, даже, написано, не верив в себя до дня своей смерти. Или человек может в один момент был такой, написано, четверо входили в пардес. Пардес это самая высшая степень, куда может подняться человек. Ну, там, каббалисты в самых таких духовных своих поднятиях могут зайти в этот пардес. И четверо за всю историю поднимались в пардес. То есть, один, значит, написано, это был Бен Зума. В общем, один зашел и умер. Он, когда поднялся туда, значит, слишком высоко поднялся, и душа его оторвалась от тела, а он умер прямо. Бах! То есть, что значит, зашел? Он сидел в такой типа медитация, опа, и умер. Второй написано, я не помню, как одного звали, Бен Зума, а второго я не помню, как звали. Они были двое, два великих таких раввина, которые не женились. Они все посвятили себя полностью Торе, и они были великие мудрецы. Но, значит, второй поднялся в этот пардес и сошел с ума. То есть, он вернулся, но он повредился умом. То есть, у него уже он не мог, был в полном неадеквате. То есть, ни там, ни здесь. Третий, значит, это был, его звали Илиша Бен Абуэ. Он был великий мудрец тоже. Но он поднялся туда, спустился и отошел от Торы. Тоже странная история, которая вообще непонятная. Известная история. Его называли, потом остались некоторые его высказывания, потому что он был великий мудрец. Но его уже везде называли Ахер. Ахер это который, ну, другой, он ушел, в общем, история. И только Рабиатива поднялся и спустился с миром. Из всех четверых, которые туда поднимались, только Рабиатива остался в полном адеквате. Так вот, значит, вот Илиша Бен Абуэ поднялся в пардес. Но он стал злодеем. В какой момент он стал злодеем? В момент, когда у него произошло изменение какое-то в мышлении. И человек может в один момент, бах, стать идолопоклонником, стать каким-то, еще каким-то. Принял решение, начал служить идолом, отвернулся от Бога. Оп, он злодей в одну секунду. Как может злодей потом стать праведником в один момент? Точно так же он был злодей, злодей. И потом он говорит, зачем я все это делал? Я сожалею, чтобы я когда-нибудь, да никогда в жизни больше, да все. И в этот момент он искренне, реально отказался от всех своих старых действий. Это называется от шува. То есть он полностью раскаялся, он реально раскаялся. В этот момент, вот именно в этот момент он сейчас чистый. То есть потом ему будут проверки, он попадет в такую же ситуацию, в которой я был. Это все будет потом. Но в данный момент, если он искренне принял решение оставить плохой путь, то в этот момент он чистый. Потому что вот это вот его решение, оно аннулирует корни его всех предыдущих поступков. Ведь в корне его поступков было решение делать зло. А сейчас он решил перестать делать зло. Значит, он аннулировал тот корень, на котором вырастало все это зло. И, значит, поэтому, в случае, если он сказал девушке, выходи замуж на условиях, что я праведник, может, он сейчас стал праведником. На условиях, что я злодей, может, он сейчас стал злодеем. Мы не знаем, даже если прошлый опыт доказывает, что он другой, но в этот момент он мог действительно быть тем, кем он и говорил. И мы поэтому, он должен ей дать разводное письмо на всякий случай. Все равно она за него замуж не хочет выходить. Если потом выяснится, что он сказал, что я праведник, а он злодей, то она скажет, что я не хочу. Мало ли там, что ты в этот момент изменился. Но мы опасаясь, что на самом деле в этот момент он был праведником, заставляем его дать разводное письмо. Он должен дать, потому что вдруг оно соединилось. Хотя девушка не согласна. Хорошо. Значит, и вот здесь рассказывается история, когда злодей делал какие-то хорошие дела, но их не хватило для того, чтобы он перешел в разряд праведников, но не по их количеству, не по их качеству. Потому что если бы этого хватало, он бы уже не мог называться полный злодей, а он бы уже назывался праведник, который согрешил. Так вот, сейчас, сейчас, сейчас. Поэтому, чтобы было все справедливо, чтобы было все справедливо, вот эти вот хорошие его дела, они не должны остаться без воздаяния. И поэтому будет награда ему в этом мире. За них будет награда в этом мире. Потому что в тот мир его вообще не пускают. Его даже в ад не пускают. То есть в ад пускают тех, которые в воду очислятся и пойдут дальше. А этот даже ада не заслужил. Ему, значит, в этом... То есть для него самая страшная награда является, что он стирается и исчезает. Все, его нет. Но ему за те добрые дела, которые он делал, все-таки в этом мире, чтобы была справедливость, положена какая-то награда. И может казаться и ему, и окружающим, что у него все прекрасно. Может такое казаться. Потому что он радуется там... Я помню, у меня был один знакомый. Значит, ему тогда было, ну, может, около 40 лет. И там еще такие лихие 90-е. Он был такой вообще, ну, вот, миллионер-миллионер. Короче, он, ну, очень быстро много заработал. И он как-то говорил, вот такой вот сидел там, ну, в ресторане, так он хвастается. И говорит, да у меня жизнь вообще, говорит, просто вообще сказка. Просто сказка. У меня, говорит, было, я когда посчитал, 98 женщин и двое мужчин. Это было лишним. Да, да, да. Ну, он с Рутианом был такой. Ну, да. В общем, при этом он был в каких-то проявлениях неплохой парень. Он там кому-то старался помогать. Такая широкая парень. Ну, там, как сказать это. Ну, в общем, он делал очень много. Такой пил, там, наркотики. В общем, и... Широкая животная. Да, наверняка он успевал многое сделать, включая какие-то там хорошие дела. Кому-то помог, кому-то это. То есть, он не был такой злобный. Но в итоге он умер, очень молодым он умер. И, в общем-то, вот эта вся радость, ну, все, как бы, все награды, они могли быть, ну, временно вот в этом мире ему дали, за все хорошие дела ему дали восполнение. Но в итоге он умер, и все. Мы не знаем, то есть, мы не можем никого судить. Мы не знаем полностью там небесный суд. Что, может быть, если он праведник, так я сейчас... Ну, хотя вряд ли, как бы, непонятно, он на праведник, оно как-то явно не очень похож. Может быть, и те женщины теперь за него... Ну, неизвестно, неизвестно. Но потом, что написано, что в этом мире злодеям дают полностью выплату за все их добрые дела. И, значит, это еще же и создает потенциал свободы выбора. Потому что, если бы было так, что все бы видели, вот, злодею плохо, хорошему хорошо, то не было бы свободы выбора. А так, есть всегда свобода выбора. Вот есть злодея ему хорошо, а вот есть праведник ему плохо. И у нормального человека всегда остается свобода выбора, куда идти. Или идти за быстрой синицей в руке, но чуть-чуть незаконно, чуть-чуть обманул, чуть-чуть там... Ну, кого-то там обидел по ходу дела. Или же ему идти за журавлем, вечная жизнь, люди тебя любят и так далее. Я помню, сейчас есть такой вот, ну, два разных подхода в менеджменте, да? Есть подход, доставляя счастье. Компания запас, так все, счастье с работником, счастье, клиентам, счастье, счастье, счастье. Есть другой подход, жесткий менеджмент, это такой, Дэн Кеннеди. Все, значит, работники, это расходный материал, их надо все, интересуют только результаты, только бабки и все. Значит, у него есть, там он пишет, вот интересы, там, работники и владельцы, они никогда не могут быть вместе, потому что интересы работника, там, ну, семья, дети, там, ну, идет перечисление нормальных интересов нормального человека. Интересы владельца бизнеса, деньги, одна праза, деньги, я хочу там бабло. Ну, то есть, и он, и он этот, ну, Дэн Кеннеди, он такой писатель, я живу там со своей собакой и женой, и больше никого не хочу видеть, суровый такой чувак, да, главное бабло, и я всех заставлю работать, даже видеть их не хочу. Но, как бы, это, это подход тоже в жизни, у него есть бабло, он очень много зарабатывает, но зачем оно ему непонятно. А есть другой подход, это один из самых богатых людей за всю историю человечества, был Эндрю Кеннеди, который, который до 60 лет зарабатывал, потом он все эти деньги раздавал, строил библиотеки, строил университеты, он очень много, то есть, он написал книгу Эндрю Кеннеди, богатство, где он доказывал, что человек, которому Бог дал возможность заработать деньги, он должен эти деньги использовать на улучшение жизни других людей. И, это другой подход. Так вот, значит, злодею, для того, чтобы было равновесие, чтобы у человека была свобода выбора, и для того, чтобы была справедливость, ему выплачивают его все хорошие дела в этом мире, чтобы он туда пришел уже, и не было у него никаких, как бы, когда он попадает в мир истин, у него нет никаких вопросов, он не может сказать, а как же так, вот я тут сделал хорошее дело. И рассказывает анекдотно эту тему, как один умер, и ему говорят, все, вы ват, то есть, вы ват, и все. А он говорит, подождите, я уже давал много дзоти, я много помогал деньгами, то есть, сколько денег я давал, ему говорят, сейчас мы проверим. проверили все, и выходит, говорят, да, действительно, вы давали, там, вот деньги, сейчас мы вам все вернем. Мы сейчас все деньги вернем. Хорошо, идем дальше, да? Следующий пункт такой. И вот еще один есть основной, как пункт, есть очень одна основная, важная вещь в этом вопросе. Когда, когда соберутся совершенные, те, которые удостоятся жизни в вечном мире, который придет в грядущий мир, нужно знать, что не будут все на одной ступени, не будет такого вот братства, вот там, типа, мы все равны, этого не будет. То есть, да, все удостоились, все совершенные, прям шлымим, но не будут все на одной ступени, а будет, а что будет, что будет, что высшая мудрость, так она установила, сейчас, что есть некая граница, вот главное, закрепиться за эту границу. Вот я когда марафон бежал, мне главное было добежать. И здесь вот говорится, что высшая мудрость так установилась, что есть нижняя некая граница, зацепившись за которую, ты переходишь в эту вечность. Объяснение, что это самый минимальный размер, прилепление к Богу, и возможности получать, она удовольствие, вот, от совершенства. И, значит, напротив этого установила, и так вот установила высшая эта мудрость, что тот, у кого его действия достигли как минимум до вот этой границы, то он уже может числиться среди вот этого вот собрания, собрания вот этих людей, которые достоились вечности. И, в общем, он уже точно в числе тех, кто будут вечно наслаждаться сиянием Всевышнего. Но тот, который до этого не дошел, до этой границы, то он полностью исчезнет и будет потерян. Однако, тот, который удостоится больше, чем эта нижняя граница, то он будет на более высоких уровнях, ну, этой вот, интересно. Райской иерархии. Да, райской иерархии. Интересно, что здесь дети, они могут выдастся от родителей, родители могут выдастся от детей. Потомки царя Давида, например, они, в общем-то, будут что Маше придет именно из рода царя Давида. То есть, для нас все, все линейное. То есть, мы рассматриваем жизнь, как некий процесс линейный. Хотя, на самом деле, он не линейный. То есть, он линейный, только вот я в голове, как бы, рассматриваю, ага, вчера, завтра. И я должен выстроить какую-то картинку, как будто бы есть вчера и есть завтра. На самом деле, нет ни вчера, ни завтра. А есть только сегодня. Это сегодня, оно постоянно происходит. Сегодня. А мне, чтобы удобнее было с информацией работать, я должен выстроить все на линии времени. Вчера, завтра, в будущем и так далее. А если этого не делать, что все происходит одного, ну, то есть, это сложно представить, потому что, если начинаешь в этом думать, голова начинает, начинает по-другому как-то воспринимать реальность, и может, и не стоит этого и делать. Но мы знаем точно, что есть, когда, например, Авраам Авину совершил те великие действия, которые он совершил в отношении Всевышнего, да, это было, это было около четырех тысяч лет назад. Был Авраам Авину, который совершил, его Всевышний десять раз Бог испытывал, и он полностью был предан Богу. В заслугу этого появился народ, его потомков, которые потом удостоились получить Тору. теперь получилось, что, значит, в заслугу того, что Машера Бейну был настолько великий, выдающийся человек, да, то его семья, там есть колено Левиты, есть Коины, священники, то есть, и все передается, то есть, эта система, она работает, когда, например, Пинхас, он совершил какой-то сверх поступок, в то время, это, ну, в Торе, во времена еще, до дарования Торы, то, то, в заслугу его поступка, его потомки стали Коинами, то есть, мы видим, что, что дети могут влиять на родителей, родители могут влиять на детей, поступки человека, то, что он, кого-то, например, привел к Торе, и потом этот человек сделал массу хороших поступков, они могут его вытащить, это как сетевой маркетинг, они могут его вытащить и поднять, его душу. Каждый год, например, человек умер, вот душа, которая в раю, в годовщину смерти, в Йорце, пересматривается, этот человек, как бы, его идет переоценка там, почему, смотрят, что делают его потомки, и его потомки, они стараются, вот, когда Йорцы ведут молитву, читают Кадиш, годовщина смерти, делают добрые дела, посмотрите, сколько сделано добрых дел, в память о родителях, там, о дедушках, о бабушках, о потом, о предках, то есть, идет пересмотр, постоянно идет пересмотр, в духовном мире, вот, от этой системы, она может двигаться, и в итоге, в итоге, конечно, будет у всех разный уровень, у вас, я слышал, есть такая, даже, ну, читал, не все с этим согласны, значит, Шита Любавического Рэббе, как он это видит, он говорит, что Валам Абаба, все-таки, все будут равны, потому что, там, это делается за митцвод, это его, его, как бы, был взгляд, и, есть предисловие Любавического Рэббе, на пертия, вот, именно, там он говорит, что в раю все будут на разных уровнях, в ожидании этого Валам Абаба, потому что, здесь будет все в заслугу Торы, и как все, на разных уровнях, абсолютно, по изучению Торы, это зависит от, ну, совершенно на разных уровнях, там, великие раввины, и, там, например, мы читаем, там, какие-то, ну, это очень неглубокое понимание, то, что мы сейчас делаем, а, но в заповедях, он говорит, А Валам Абаба, он получается за заповеди, в заповедях, практически все равны, потому что само действие заповеди, оно одинаково для любого уровня человека, понимание, что ты делаешь, ну, разное, а действие одинаковое, и он, вот так вот, это его была система, я показывал, там, задавал вопрос, вот, тем раввинам, у кого я учился, они сказали, что это, ну, как бы, это его взгляд, но, значит, основной такой магистральный взгляд, что это не так, что Валам Абаба, вот как Рамхар говорит, в грядущем мире тоже будут, иерархия будут, ступени, в зависимости от тех дел, которые делал человек в этом мире. Теперь, значит, на этом мы закончим. Да, ну, в общем, давайте на этом закончим мы, именно вот, Деракошем, Путь Бога, и потом продолжим. То есть, понятно, что, значит, даже злодеи не останутся без награды, у них будет хорошая награда в этом мире, потом, правда, поссорят, как говорили, в этом самом, берегись автомобиля, что он говорит, двор должен сидеть в тюрьме. И, действительно, это очень, ну, бывает, правда, мы видим, что злодеи там живут долго, их потом там до 90 лет, и так далее, но мы не знаем, в принципе, как они живут, может, они мучаются вообще, как, ну, нереально все эти годы, может быть, а если сказать, что они не мучаются, так, ну, непонятно, то есть, непонятно, да, то есть, свежий не может еще использовать декорации, то есть, есть в этом мире очень много декораций, что-то, что должно оставлять свободу выбора, если бы не было вопроса, а как же со злодеями, тогда не было бы выбора, то есть, Всевышний, он делает, ему интересно, он сделал такой мир, очень непростой, очень непростой, очень, такой вот, иногда удивляешься, зачем ему все это надо, но он сделал вот такой непростой мир, в котором должна сохраняться свобода выбора, и она сохраняется, поэтому есть злодей, которому хорошо, даже этот вопрос задавал Машир Абейну, задавал Богу, и говорит, почему есть злодей, которому хорошо, есть злодей, которому плохо, есть праведник, которому хорошо, есть праведник, которому плохо, это ну такой очень важный такой глубокий у них был разговор этот разговор изучался изучался мудрецами тому тоже говорит что бог ему ответил почему так но сам вопрос есть то есть раз есть такой вопрос то в моде значит бывает злодей которому хорошо и есть на это ответы на что на все вопросы есть ответы хорошо теперь значит перте вот эти вот мы дошли до поколения которое нас в принципе больше всего интересует потому что уже мы тут что-то хотя бы можем понимать я недавно прочитал что веленский гаон говорил своим ученикам так он говорит с мудрецами талмуда я бы мог разговаривать то есть не было бы я бы мог с ними разговаривать мог бы их понять с мудрецами мишны да как-то на им они называются это после разрушения храма и последнее поколение храма я говорит мог бы еще разговаривать но с простыми время который жил во времена первого храма я бы не мог разговаривать то что он был на абсолютно другом уровне когда было пророчества то есть даже самый простой еврей того времени который жил в израиле когда был храм и когда были пророки пророки это были как такие точки как везде были такие антенны вай-фай которые передавали значит которые были связаны конкретно с богом вот этот пророк который вот он находится полностью на контакте с богом и каждый не было тогда сидура не было то есть просто к нему подходишь и сразу все понятно попадаешь вот такое облучение и все понятно как соблюдать западе то есть то что потом нужен невероятно мощный ум и знания тора в тот момент когда попадаешь под под влияние вот этих вот пророков которые получали свое влияние от храма то есть это была другая реальность и даже велец тега он один самых мудрейших мудрейших раввинов последних там столетий он говорил что я бы с простым тогда евреем не мог бы ну то есть у его уровень постижения реальности был намного выше чем у самых высоких мудрецов следующих поколений которые жили без пророчества и вот мы сейчас зашли впереди вот до раба неоханнен бензака это было ключевой человек после разрушения второго храма он жил как раз на эпохе когда римляне разрушили второй храм и это было такого переходный момент в истории евреев истории мира в истории вообще духовности и присутствия бога в этом мире как раз интересно что в это время зародилось христианство это как раз было разрушение второго храма значит вот совпало тогда что началась новая эпоха вообще началась новая эпоха в мире причем она зародилась христианство в это время но реально на распространена столько лет через триста после этого значит как было дело понятен бензакай он был глава мудрецов в осажденном иерусалиме иерусалим осажден все друг с другом не могут договориться это как сейчас в израиле были выборы и значит вот выборы побеждают например партия там одна партия но это уже не одна партия она уже соединилась с другой партии раньше было ликут и там не помню как вторая называлась партия сейчас не ликут бейтейну они вместе теперь значит на втором месте партия ешатит есть будущее антирелигиозная вообще такие антирелигиозные люди возглавляют как это бывший тележурналист вообще ну то есть люди которые просто нас интересуют деньги у них программа такая что мы мы за то чтобы у среднего класса было больше денег и вот они занимаются второе место с такой хорошей программы а религиозных надо заставить идти в армию то есть все вот они должны идти в армию и и все тут тора не тора нас не интересуется это тора ваша религиозные в армия и всем больше денег где взять деньги не важно то есть тележурналистам не интересует они должны оттуда до прийти из эфира но дальше идут религиозные партии полу религиозные анти религиозные в общем полный капец точно так же было в иерусалиме в когда римляне захватили римлян во первых позвали правораздущие группировки между собой позвали римлян чтобы они там рассудили в общем когда одним в городе говорили надо держать осаду мы выдержим очень долго осаду иерусалим укрепленной другие говорили нет мы должны выйти будем с ними воевать третье говорили надо сдаться те которые говорили что мы будем с ними воевать мы подождем склады и они подожгли склады с едой но чтобы не было вариантов в общем в итоге в итоге работе закаев так все подстроил чтобы его вы чтобы суметь убежать из города его вынесли виде трупа из города и он пришел в римский в римский лагерь и сказал римскому полководцу который осаждал обстрел сказал что император значит здравствуйте тот говорил что ты мне туда листишь знаем у вас вот это сошлись и он говорит нет пророки сказали пророки сказали они не ошибаются что иерусалим сможет разрушить только император не может простой человек разрушить им соли раз ты уже захватил разрушить значит ты император тот говорит ну я не император я полководец пока не так прибирались приезжают тогда горцы приезжали приносит донесения время убери убили очередного императора и сенат решил кого пригласить на пост императора и решили вас этому полководцы вручили как раз приглашение стать императором потому что он был сам это был главный полководец он сказал тогда работе закая что да так движая что ты в общем-то непростой человек проси что ты хочешь и он главное что попросил раванин закон сохранить мудрецов тора он уже видел что раз бог сделал так что русле будет разрушен храм будет разрушен то даже нечего просить о том чтобы этого не было а надо сохранить душу еврейского народа это мудрецы торы то есть носители знания носители торы те кто хранят бога в этом мире это те кто все время нон стом думают о воде и делают только то что бог хочет это как раз вот эти святые люди которые называются мудрецы носители торы и он попросил их спасти и дать возможность сделать академию в городе явное и туда переехали все мудрецы которых никого не тронули и там продолжала развиваться тора и через 120 лет через 50 лет после разрушения храма в 120 году нашей эры мудрецы которые поняли уже что начинается новая темная эпоха одни приняли решение записать устную тору то есть до этого было запрещено записывать устную тору было только письменная тора удача книжа свиток а устную тору передавали мудрецы из поколения в поколение было запрещено ее записывать но в 120 году нашей эры рабиуда носи увидев что сейчас вредстве народа отправляется в изгнание для того чтобы исправлять в себе те качества которые послужили причиной разрушения храма а как все в жизни человека является следствием его действий также все в жизни народа является следствием его действий и то что был разрушен храма было изгнание это причина этого была в еврейском народе которые производили эти действия которые привели к этому и главным действием было сенат хинам без причины ненависть друг другу и для исправления этого качества нужно было изгнание которое бы помогло сплотиться и перестать ненавидеть друг друга уже все в одном бедственном положении как мы видим что урок не удался 2000 лет продолжается это изгнание 2000 лет мы видим написано что каждое поколение в котором храм не построен одно как то в котором он был разрушен и значит страшные страдания 60 лет назад сплотили более-менее сплотили народ на какое-то время и сразу же появилось государство израиль сразу же появилось и время вернулись это было тоже чудо после двух тысяч лет вдруг значит пожалуйста вот вам опять израиль и это место ждала она была не заселена и народы мира собрались и говорят да действительно это место ваши вот вам израиль это было чудо и она была следствием того что после страшной трагедии которая произошла с еврейским народом который не сплотился который был наоборот еще больше разобщен чем во времена разрушения храма в этот момент и вообще тора была забыта не бог был забыт практически да и это послужило причиной трагедии но трагедия послушать послужила причиной сплочения а сплочением послужило причиной возвращения в израиль но уровня сплочения не хватило для того чтобы был с неба спустился третий храм или он был построен и чтобы пришел на шерсть этого вот чуть-чуть не хватило до того чтобы это произошло но в принципе оно должно вот вот скоро произойти потому что когда евреи возвращаются в израиль то уже о израиле так как само по себе место усилитель духовности и сейчас вот интересно мир и шив например сейчас есть миллионы уже в этом году 50 процентов во первоклассников это религиозные ведь уже 50 процентов первоклассников то есть уровень рождаемости в религиозных семьях которые верят бога которые полагаются на бога которые полагаются на пасук написано что тора древо жизни для тех кто за нее держится так в среднем религиозно-ортодоксальной семье 8 детей и с каждым поколением то есть идет геометрическая прогрессия и получается что ну вот если еще там лет тридцать назад было достаточно мало религиозных сейчас 50 процентов детей в первых классах уже не просто религиозно-ортодоксальны то есть они религиозный человек он о ком думает он на себе думает больше правильно и ему зачем ему дети вообще нужны ему нужна собака маленькая красивая маленькая собака красивая большой телевизор и что ему еще нужно и посмотреть весь мир то есть мой книжка недостаточно купить тысяча красивых мест надо все лично увидит самому то есть убедиться что есть это убедиться что есть где-то другие страны вот и сейчас вернемся опять к раба нёханан бен закай он понимает что наступает вот эта эпоха изгнания он попросил сохранить мудрецов мудрецы собрались вместе и вот здесь написано про пять его главных учеников написано что было пять учеников у раба нёханан бен закая у него были тысячи учеников но но эти пять это были такие типажи психологические типы носителей торы носители знаний вот было пять типов которые такие основные психологические типажи значит первый этот тип назвался звали ученика а рабе и лизер бен урка нас рабе лизер бен урка нас и про него говорил раба нёханан бен закай что он как бор суд или сид в разных редакциях местно по-разному шином и обыть типа он как колодец колодец который покрыт глиной внутри который не теряет ни капли воды то есть колодец и все что в него попадают все в нем и остается это первый тип ученика с надо которые 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 все что он слышал от своих учителей он все дословно хранит и знает понимает то есть не теряя ничего еще даже сейчас действия его зовут работа не секун глава северских мудрецов вот это книга кстати это его его комментарии на карте а вот она в это вот так он обладает феноменальным уникальным знанием тора узнает не только письменная тора устная тора он знает все книги комментаторов за последние тысячи лет и он когда дает урок тора он говорит здесь вот каждая только он может причем ну он не пользуется компьютером у там уже сто лет но он вот каждая вещь он сразу говорит на каком листе написано в какой книге конкретная книга лист и он когда проводит урок он оба у него эти все текста как перед глазами спокойно на то насказано в этой книге и в этой книге и в этой книге в этой книге на такой такой странице может принести десятки десятки источников и вот это вот как разбор сидше и нам оба типа он не теряет ни одной капли все что он видел он это все он это все сохраняет второго ученика звали рабби и ушел бы ханания и про него сказал про него сказал рабьёганан бен закай что он что он ашири и лата так он его определил счастлива та которая его родила он был продукт такой еврейской мамы то есть вот такая вот у него была еврейская мама которая еще когда она была беременна она ходила по всем мудрецам она брала у всех благословения она вот решила посвятить своего сына только торе и ничего кроме торе и было не надо и когда он родился маленький она колясочку засовывала в бэтмидраж знания чтобы он слушал лежа в колясочке слова торы и естественно что когда он стал чуть постарше она его ну кроме тора он не даже не слышал ничего и вот он стал таким еврестий мудрецом которого про него сказал раба днёханан бен закает счастлива та которая его родила этим самым он подчеркнул роль женщины воспитание мудреца роль женщины вообще воспитание мужа и написано что в чем награда женщина кстати интересно как женщина себе зарабатывает ламаба тем что она посылает детей и мужа учит тору то есть она как бы партнер в этом он без этого не может мы знаем что рабе актива стал ради активой а потому что у него была жена которая ему это все обеспечила же была у него жена которая все это обеспечила она его выбрала увидела в нем потенциал она его заставила учиться он учиться не хотел она его все равно заставляла учиться и она потом отправила вешиву и в общем-то все что достиг рогатива это были его слова он сказал этим мы все обязаны моей жене значит и вот мы здесь видим тоже романёханан бензака сказал что аж рио то то есть счастлива та которая его родила теперь третий ученик которого звали раби оси и про него раби оси акует он был коин про него сказал роботекан бензака что был хасид он был хасид хасид это тот кто делает больше чем от него требует закон то есть он на хасиды вот современные хасиды это последователи большим дома они делают больше чем требует закон можно назвать их служение служение сердцем эмоциональное служение они более такие есть интеллект сердце и и руки тела так вот они более эмоциональное служение молитва и делать больше больше с открытым сердцем есть разные разные направления у хасидов но как бы общее это вот это вот и значит вот на раби оси акует он был первый хасид раби шиман бенна тоннель это четвертый ученик раба нюхана бензака четвертый типаж про него он сказал что он ярых и он боится согрешить значит есть тоже много выражения на эту тему что решит хохма ирата шеф что начало мудрости это страх перед богом и еще есть такое выражение что тот кто у кого ират шамаем он на первом месте а хохма мудрость на втором то мудрость у него сохранится мудрость тор имеется ввиду а то такого нету страха перед богом вот этот вот страха согрешить то какой бы он ни был умный он это мудрость у него не сохранится потому что принципе в торе главное это вот это внутреннее ощущение трепета перед богом связь с богом и если она есть то тогда можно соблюдать заповеди если нету то логически доказать что надо соблюдать заповеди но достаточно сложно если человек не хочет то он и не будет поэтому вот был раби шиман бенна тоннель у него было самое главное вот этот и рад шамаем трепет перед богом и было интересно что было когда возникли хасиды было такая вот расхождение то есть джинди большинтова они ехали по городам и вместе по местечкам и они несли вот этот новый способ служения а старая раввина которые такие ортодоксальные которые не меняли там тысячи лет ни одного обычая ни одного жеста там вторе то есть все было они естественно это не принимали были большие столкновения расхождения назвали хасиды называли этих метнагдим метнагдим те которые им противостоят но они метнагдим сами они говорили куда мы про мы как раз есть тора то есть это вы возникли новое веяние ну то есть почему еще знаете сделали крайними до битнагдим это были тысячи лет был такой такой сидур такой вот такие обычаи вы сейчас начали что-то новое это опасно непонятно но и тогда значит и вот на я был в одном местечке был такой раввин типичный такой как а мудрец тора и был вот этот вот хасид такой хотите царик назвали их назвали царики они а полностью были там добрые дела самоотверженно такие вот они были самоотверженно они приходят а значит он ищет каждому кому помочь сделать как надо статьи были царик назвали и вот одна женщина были большие проблемы вообще большие были проблемы и какие у нее были проблемы удел умер муж еврей и значит он начнет не приходить по ночам начал приходить по ночам и плакать приходит и плачет значит и просит ее чтобы она ему помогла она не понимает как ему помочь он значит приходит и плачет приходит и плачет она пошла к этому царики эго и говорит что такое он значит подумал подумал говорит надо его раскопать ископать значит его мотиву там что-то с мотивой плохо раскопали мотиву не нашли там крестик нашли крестик значит прямо вот в его этой самой где он был похоронен а евреи религиозные категорически запрещено верить в христианство то есть для неевреев это это не запрещено это шаг вперед к богу к развитию это это их система но для евреев категорически однозначно запрещено верить христианство потому что это рассматривается как посредник между богом и евреем то есть у евреев есть народ священников то есть вы обязаны служить богу и значит распространять знания о боге а христианство это как через посредника это через еще один ну еще один пункт значит и когда евреи принимать христианство это огромная огромная проблема для еврея на небе то есть ему говорят потом очень очень большая проблема если не евреи принимают христианство то ему наоборот это молодец могут сказать неизвестно точно что там ему говорят на для еврея известно точно что нельзя и значит а тут у него прямо в могиле лежит этот крестик ну вытащили крестик он перестал ночью приходить встречает его его встречает вот этот раввин этого царик они не разговаривали так обычно не разговаривали а тут она встречает на улице говорит о я не знал что вы изучаете иерусалимский талмуд а есть вавилонский талмуд его учат решила иерусалимский талмуд учат уже самые самые продвинутые такие которые там но на самом высочайшем уровне просто даже мудрецы они иерусалимский талмуд мучат это что-то как высшая высшая такая ступень и он его встречает этот раввин а последователи большим того хасиды считала что они мало учатся они больше молятся и он его встречает и говорит а я не знал что вы учите иерусалимский талмуд что вы так скрываете говорит а я не учу иерусалимский талмуд это царик он говорит но что вы рассказываете написано в иерусалимском талмуде если борт приходит по ночам и просит зачнил какие-то проблемы в модиле там у него есть что там модели что ему мешает это написано в иерусалимском талмуде can-то там-то говорит а я не учил никогда св Exodus и там он говорит от надо же вы знаете он говорит я это знаю оттуда же отку Selena Руссвинский Талмуд это знает. То есть, у него был, он говорит, но я знаю, у него за счет молитвы, за счет своего страха, трепета перед Богом, за счет своей праведности, то к нему приходило это знание, приходило напрямую. Но это же знание, оно было уже отражено в святых книгах и так далее. Значит, что четвертый ученик Рабьехана Мадзака, четвертый тип мудреца, близкого к Богу, он назывался Ирехет, тот, кто боится согрешить, тот, кто все время находится в состоянии духовного напряжения, боязни сделать что-то против Бога, что-то неправильное, даже в мелочи. И в этот момент Бог ему за вот это его направление души, Бог ему открывает совершенно высочайшие ступени как мудрости, так и близости к Богу. Это путь называется страх, согрешить страх перед Богом. И последний пятый, последний пятый тип ученика, звали его Раби Элязар бен Арах, и про него говорил Рабанеханам бен Закай, что он Амаяна Медгабер, он источник, который прямо вырывается из земли, знаете, есть такой вот бурлящий источник, который бьет из земли. Значит, это качество можно перевести на современный язык как креативность, творчество. То есть он умел творчески создавать из... Есть такое вот качество, есть качество ума, называется хохма. Это знание. Можно очень много знать. Есть качество ума, называется бина. Бина – это понимать вещь из вещи. То есть я не знаю, например, там... Вот про этот кирпич могу не знать. Но когда я смотрю на этот кирпич, я могу догадаться, что... Ну, обо многих вещах. Обо многих вещах. Знаете, вот есть хороший пример, что... Можно, например... Если есть тучка, значит, пойдет дождь. Что еще можно про этот кирпич? Понять вещь из вещи. То есть есть кирпич. Я могу догадаться, что за этим кирпичом есть стена. А за стеной я могу даже... Ну, там никогда не быть. Но наверняка есть какой-то коридор. Из коридора есть двери. Из двери есть выход на улицу. Наверняка. Правильно? И я могу догадаться еще множество вещей, которые, в принципе, мне... Ну, как бы... Это кирпич. Вот просто, что я знаю, вижу этот кирпич. Он мне об этом не скажет. Но я могу сам из него там извлечь какие-то еще вещи. Так это называется бина. Мудрость. Да, мудрость. Это называется мудрость такая... Есть еще качество дат. Дат это вообще глубинное понимание сути вещей, которое дается уже, когда есть близость к Богу. Это дат, когда ты просто понимаешь, вот просто смотришь и понимаешь. Тебе не надо вообще даже думать и что-то там выводить, вычислять и так далее. Значит, и вот Раби Элизар Беннарах, это пятый тип ученика, он был Майяна Медгабер. Он мог из одной вещи вывести еще десяток вещей, создать там новые какие-то конструкции. И это был Раби Элизар Беннарах. И последнее значит, что когда Раби Йоханнена Бензакая... Раби Йоханнен Бензакая говорил такую интересную вещь. Он говорил, что если сложить всех мудрецов Израиля и положить Раби Элизара Беннарканаса на вторую чашу весов, то он перевесит их всех. Напоминаю, Раби Элизар Беннарах, это был тот, кто запоминал всю Тору, тот, кто не упускал ни одной капли. Другой мудрец сказал от имени Раби Йоханнена Бензакая, от его имени в следующем поколении, сказал Аба Шауль. Он сказал, что... Раби Йоханнена Бензакая говорил по-другому. Он говорил, что если взять всех мудрецов Израиля и Раби Элизар Беннарканаса вместе с ними, положить на одну чашу весов, а Раби Элизара Беннараха, который был источник, вот этот бурлящий источник, положить на другую, то он всех перевесит. На самом деле, на самом деле, этот спор продолжается после этого, еще на протяжении практически тысячи лет. И он продолжается до сих пор. Что важнее, знание всех источников предыдущих, всей мудрости, которая была до этого, или умение самому рождать эту мудрость из себя. И взгляд Торы говорит, что качество знания всего предыдущего, оно важнее. Оно важнее. Да. Вот это, как бы, такая интересная вещь. Поэтому, поэтому-то наши уроки, которые больше являются, таким, моим производством лично, то есть, такая креативная переработка малого количества источников, которые мне знакомы, то они, в общем-то, стоят намного меньше, чем, их ценность намного меньше, чем уроки Раважа Ракушнира или Рава Саврасова, которые, которые знают в тысячу раз больше, чем я. Но, вот это качество создавать что-то новое, оно, оно тоже имеет место. И все-таки, первая редакция, что сказала Рабьеран Бензакай, что это качество, вторая редакция, вернее, что это качество важнее, тоже это важная такая штука, уметь видеть вещь из вещи. Качество это встречается достаточно редко, потому что, когда Машера Бену искал руководителей для еврейского народа, отвечающих критерию на вон, то есть, у которого есть бина, который видит вещь-вещи, такого сообразительного, он не нашел, написано, что пришлось ставить начальниками людей без этого качества, потому что оно редко встречается. умение видеть вот креативность, видеть вещь-вещи, создавать вещи, оно достаточно редко встречается. Хорошо, значит, в следующий раз мы дальше изучим, Рабанехан Бензакай задал этим пяти своим мудрецам вопрос, по какому пути надо идти, чтобы прилепиться к Богу, и каждый из них сказал, самое важное качество. Потом он спросил, по какому пути, какой путь самый плохой, по которому человек удаляется от Бога, они тоже ему ответили. И после этого каждый из них сказал по три главных вещи, которые с их точки зрения являются принципиально важными для человека в этом мире, для успеха в этом мире, для служения Богу, вообще очень-то эти глубокие вещи. И это вот как раз вторая глава, мы закончим вторую главу, я думаю, к весне. И последняя сегодня 26-я заповедь повелевающая, 26-я повелевающая заповедь, она звучит так, она звучит так, заповедь из Торы, 26-я, звучит так, что есть повелевающая заповедь в Торе, посчитать 7 недель, 7 цельных недель от дня, когда приносили Омер, была такая специальная жертва, Омер в храме. То есть по-простому написано в книге Ваикра, и посчитайте вам 6 недель Тмимот, цельных недель, посчитайте 7 цельных недель. Есть митцва, заповедь есть, считать дни вместе с неделями. Как сказано, посчитайте 50 дней. То есть сказано, посчитайте 7 недель, и посчитайте 50 дней. Сейчас я все объясню. И мы начинаем считать от начала ночи 16-го Ниссана. То есть как происходит, в Песах 15-го Ниссана, 14-го Ниссана вечером, значит, начинается Песах. В Песах нужно кушать мацу, память о исходе из Египта, выпить 4 стакана вина, в память о 4 стадиях освобождения. Нужно рассказывать, как это все было, как был исход из Египта, рассказать это повелевающее заповедь. Раньше была еще жертва Песах, надо было съесть этого ягненка, Курбан Песах. И это было во времена храма. Хотя его на самом деле можно и сейчас приносить жертву, просто этого никто не делает. Ну, нету традиции, как это делать. В принципе, можно было бы и сейчас, при соблюдении определенных условий, можно было бы жертву Песах эту приносить. Теперь, значит, и на следующий день, во время вечерней молитвы, начинают считать 49 дней. 7 недель, это 49 дней до дарования Торы. От исхода из Египта до дарования Торы было 49 дней, вот эти 7 недель. Каждый день считая, там производится это как такой духовный тренинг, то есть, когда выходили из Египта, и в рейсе народ был на 49 ступени написано греха, то есть, они были уже очень в тяжелом таком положении, и там они 49 дней, каждый день они поднимались на 2 ступени, и когда пришли к дарования Торы, они были уже на 49 ступени святости. Там каждый день связан с какими-то сферот, с какими-то качествами, там и так далее. В общем, по-простому, повелевающая заповедь говорит, что после вечерней молитвы Марии, нужно сказать, первый день, это вот сегодня день первый, от омера, второй день, это день второго от омера, и каждый день ты считаешь. Значит, нужно считать с благословением, то есть, вначале говоришь, что благословение Бог, который осветил нас своими заповедями, заповедями, и повелел нам считать от омера, вот эти вот дни омера. Посчитал день, второй, третий, и так ты считаешь 49 дней. Есть спор, или все 49 дней ты когда просчитал, ты выполнил один раз заповедь, или за каждый день это отдельная заповедь. Есть спор, значит, я, ну, нету решения точного, или это так, или это так, но если ты хотя бы один день пропустил, то уже дальше ты считаешь без благословения, потому что, может, ты уже эту заповедь и не выполняешь, значит, ты зря говоришь благословение. Если все считается одной заповедью, и ты пропустил один день, тогда дальше уже ты не можешь говорить с благословением, и просто считаешь без благословения. Но все равно продолжаешь считать, потому что возможно, возможно, что каждый день это отдельная заповедь. И вот здесь написано так, что если почитал и не благословил, то заповедь выполнил. То есть, если я остальные дни считаю, не благословляю, все равно заповедь выполнил. Теперь, если посчитал, считать надо стоя, но если посчитал сидя, тоже выполнил. То есть, есть условия обязательные, есть дополнительные. То есть, вот это вот стоя, сидя, благословение, сказал да или нет, это дополнительные условия. Главное, это считать. И эта заповедь выполняется в любом месте, в любое время, только мужчинами и не женщинами. Женщины освобождены от всех заповедей, связанных со временем. В иудейзме нет равноправия, то есть, это не значит, что женщины хуже, лучше. Есть разные способы служения Всевышнему. Женщины, у них есть свои обязанности, есть у мужчин свои обязанности, есть общие обязанности у всех. И на этом мы заканчиваем наше 26 занятие, вторая версия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!